Здравствуйте, уважаемые зрители! Прошу вас оказать помощь каналу и подписаться на наши истории «Это гордость» в Телеграме. Для зрителей из-за рубежа будет бонус в виде отсутствия рекламы. Также видео в Телеге могут выходить раньше из-за проблем загрузки видео в Ютубе. Ссылка в описании. 23 ноября 1942 года части Красной Армии замыкают окружение, и 6-я армия Паулюса численностью более чем в 300 тысяч человек оказывается в котле. Команду на прорыв в Перлине дает и решает снабжать войска на Волге по воздуху. Но все необходимые грузы доставить не получается, и положение фашистов становится все хуже и хуже. Поэтому 12 декабря 1942 года следует деблокирующий удар Манштейна. Операция называлась «Зимняя гроза». Да, она сразу идет не по плану. Удар по кратчайшему направлению проваливается. А значит, выкусывание целого участка фронта становится неосуществимо. А речь может идти только о коридоре, причем довольно длинном. Так, развивая свой успех из района Котельникова, вражеские войска достигают рубежа по реке Мышкова, откуда до окруженцев было порядка 30 километров. Допустим, по тем или иным причинам враг преодолевает это расстояние. В принципе, в идеальном варианте это могло быть. И отсюда начинается самое интересное. В таком случае Сталинград становился полным близнецом Демянска, только больше по всем параметрам. И пуповина в виде коридора тоже была бы больше и находилась в ровной степи, а не в лесах и болотах Демянска. А я замечу, Рамушевский коридор шириной 6 километров и длиной 40, не позволял снабжать Демянскую группировку в Мешке. И туда продолжала летать авиация даже в январе 1943 года. Причем со Сталинградом все было бы куда хуже для немецких частей. Ведь у Красной Армии в этом районе было достаточно сил, и долго держать эту нить снабжения противник бы не смог, ведь окончательно его остановили прибывшие части 2-й гвардейской армии. С другой стороны, на северном фасе в это время начинается операция «Малый Сатурн», и фронт падает. И именно из-за этого Манштейн сворачивает свою зимнюю грозу, которая при тех раскладах уже была обречена. Самым благоприятным могло быть создание временного коридора, в который бы враг протиснул определенное количество топлива боекомплекта, возможно, была проведена какая-то ротация, после чего окно возможности бы закрылось, и история бы шла так, как мы ее знаем. Другой вариант – это отход 6-й армии, точнее сказать, бегство по типу прорыва из Корсунь-Шевченковского котла в 1944 году, когда обрасталась вся техника и большая часть вооружения, две трети группировки уходили в безвозврат, оставшаяся прорвавшаяся треть превращалась в небоиспособный сброд, и это было уже на пользу Красной Армии, у которой высвобождались силы для удара на Ростов. Тем более наши ВВС в небе под Сталинградом доминировали и очень бы быстро разобрались с этой бегущей на юго-запад толпой. В таком случае появлялась возможность добежать до Азовского моря и отрезать немецким войскам по суше пути отхода с Кавказа. Также возвращался важный транспортный узел Сталинград, который улучшал логистику Красной Армии. Но на такой сценарий враг бы не пошел, а плюнуть на решение из Берлина Паулюс не мог. Подытожим. В декабре 1942 года враг не мог восстановить свое положение на уровне октября. Войска были измотаны. Снабжение двух групп армии висело на одной железнодорожной магистрали и было недостаточным. Отход с Кавказа для врага был делом времени и неизбежным. Растянув фронт, противник не заметил, как угодил в ловушку, которую сам себе и поставил в виде операции Блау. А впереди будет еще одна катастрофа. С потерями, как под Сталинградом. Это будет обвал фронта в среднем течении Дона и выход Красной Армии к Харькову. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.